Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Михаил и сегодня мы будем говорить про Storybook. Наконец-то! Я, честно говоря, давно хотел записать видео на эту тему, но как-то руки не доходили. Пришло, видимо, время. Итак, Storybook. Что это? Зачем это нужно? И так далее. На самом деле мы что будем сегодня делать? Мы в базовом варианте посмотрим пример использования. Как вообще начать с ним работать? И может быть сложится базовое представление вообще, зачем это нужно? В целом это инструмент, который очень хорошо помогает разработчикам изолированно работать над компонентами. Один конкретный компонент взять, все возможные сценарии над ним проработать, протестировать, сделать визуальные представляющие всех этих возможных сценариев, отдать их и на тестирование, чтобы и дизайнеры, и продукт-менеджеры смогли на это все дело посмотреть, дать свои комментарии. То есть очень-очень удобно. Работает эта штука с разными фреймворками. Здесь и тройка популярных есть, и много чего есть еще дополнительно, что также существует в мире Storybook. Здесь есть вводное видео, рекомендую его посмотреть. Здесь есть документация, есть туториалы. Среди туториалов есть достаточно продвинутые штуки, но Intro to Storybook это очень увлекательная штука, по которой прям можно прогуляться и хорошо провести время. Выбирайте свой фреймворк и вперед. С точки зрения языков русского пока они не добавили, но если вы знаете что-то кроме английского, то можно выбрать его тоже. Здесь есть и простые варианты, которые мы посмотрим сегодня, есть более сложные. Опять же, можно посмотреть, почитать, даже тема аддонов здесь тоже присутствует. Эти штуки используются обычно на уровне компаний, когда есть внутренняя библиотека компонентов. Здесь можно найти массу подобных историй в интернете, отечественных, зарубежных, UI-китов так называемых. Это UI-кит конста, это продукция компании Gazprom. И в частности, здесь есть куча компонентов, которые можно выбрать, посмотреть, как они выглядят, поиграться с ними. Ну, в частности, вот какая-то кнопочка. Мы видим, что у этой кнопочки есть различные настройки. И меняя эти настройки, мы можем увидеть, что эта кнопка будет визуально тоже меняться. Будет меняться ее внешний вид. И, собственно, это возможности, которые, по большому счету, являются пропсами. То есть, мы просто можем передавать разного рода пропсы, и кнопка должна на них корректно реагировать. И здесь все эти поведения можно оценить, просто используя соответствующие кнопочки. Мы видим, что можем иконки добавлять и так далее. Здесь достаточно продвинутая кнопочка. Здесь еще есть дополнительные табы. В частности, дизайн можно посмотреть, какой есть все доступные варианты. Ну, и так далее. Давайте попробуем на практике это дело все рассмотреть. У меня есть абстрактный проект, который не так давно публиковался у меня на YouTube-канале. Я здесь создам отдельную ветку для всего этого дела. Скажу, что эта ветка у меня будет называться SB, как Storybook. И я хочу просто к своему проекту дополнительно, собственно говоря, добавить Storybook, чтобы у меня была возможность к нему тоже что-то начать делать. На самом деле, он мне здесь абсолютно не нужен. Он, по большому счету, даже бессмысленен. Но, как пример, уже существующему проекту что-то добавить, бывает полезно сделать. Для этого нам нужно набрать команду npx, дальше SB, сокращение от Storybook и init. По большому счету, этого достаточно, чтобы у нас установились необходимые зависимости. Мало того, что у нас установятся зависимости, у нас создадутся необходимые файлы сразу с базовой конфигурацией. У нас будет в проекте определенный набор готовых шаблонов с примерами, которые нам предоставляет Storybook. И будет дополнительно два npm скрипта. Один для того, чтобы запустить свое локальное тестовое окружение со Storybook, а другой, чтобы собрать все это дело для публикации онлайн. Чтобы то, что мы сейчас видели, онлайн вариант от Газпрома, можно было бы собрать и публиковать свою версию тоже. Отдельные скрипты у нас тоже в Package.json появятся. Мы сейчас все это дело увидим. После установки у нас есть соответствующая информация о том, как запустить Storybook, что у нас вообще добавилось. Мы можем всегда проверить по нашему Package.json. и мы видим, что у нас добавилось несколько зависимостей. Здесь что-то прописались, какие-то дополнительные правила в ESLint. У нас в DevDependency добавилось аж 6 пакетов. В данном случае мы не будем все их использовать. В частности, даже аддоны мы не будем смотреть. И, конечно, важно, у нас есть два новых скрипта. Один для запуска нашего Storybook, чтобы работать, другой для его сборки. В моем варианте я сокращу скрипт просто до двух букв SB, чтобы было быстрее было запускать. И давайте сразу посмотрим, что у нас получится. Скажу mpm run, sb. И на порту 6006 у нас должен запуститься после сборки Storybook. Но он запустится никак не связанный с нашим приложением. Почему это произойдет именно так? На уровне SRC у нас добавилась папочка Stories, которой не было. Это новая папка. И там все то, что мы видим здесь. Если присмотреться, у нас есть некая вводная страница, с текстом, который мы можем при желании поправить красивые такие плавающие стильные штучки. И есть некое количество компонентов. Есть кнопка. Причем эта кнопка у нас есть в четырех вариантах. Это четыре разные истории на одну кнопку. Это просто другой подход. Можно было бы сделать точно так же, как здесь. На одну историю навешать кучу разных обработчиков. Но это руками надо все менять. Здесь в данном случае что-то подготовлено, что-то можно потом доменять по необходимости тоже. Другой компонент. Это шапка с вариантом, когда мы залогинены, и с вариантом, когда мы разлагинены. Опять же, мы видим разные варианты. И аж целые страницы. Опять же, в двух вариантах с разными шапками. Здесь возможно комбинировать какие-то истории. Возможно универсально один компонент просто смотреть. При этом у каждого компонента есть еще документация. В этой документации мы можем почитать описание, что тот или иной пропс в компоненте делает, зачем он предназначен, на какие значения он принимает. В частности, мы видим здесь три возможных значения. Значения по умолчанию. И более того, конкретный вариант того, как что-то выглядит. Мы можем посмотреть код, скопировать его и вставить в свое приложение. Достаточно удобно. Все эти примеры можно найти, опять же, после установки в папочке Stories. Мы ими пользоваться не будем, мы их полностью сотрем. Но, опять же, для ознакомления можно посмотреть и указываться, как все это дело выглядит. Я затру и с чистой совестью все это дело удалю. Что важно? У нас еще в корне добавилась вот эта папка. Точка Storybook. И вот эту папку мы не будем удалять, потому что она нам нужна. Здесь есть две вещи. Mind.js это некий конфиг Storybook. В частности, он отвечает за то, каким образом Storybook будет понимать, что он нашел историю. И он говорит, что все, что лежит в SRC, неважно, на каком уровне вложности, если оно имеет суффикс Stories, и если это MDX, JS, JSX, TS или TSX, то это значит история, и ее нужно будет добавлять в тот интерфейс, который мы только что видели. Ну и здесь дополнительно подключаются установленные аддоны. Можем устанавливать дополнительные аддоны, просто тогда их нужно будет после установки еще и сюда в этот массив добавлять через запятую. Но в данном случае это не тема нашего видео. Preview. Это определенные настройки нашего лейаута. Здесь можно самые разные штуки настраивать, но здесь есть определенная настройка на экшены со своей регуляркой. Здесь указано, что любые экшены, которые начинаются с фона, будут во вкладке экшена работать. Не важно, что это значит. Не будем обращать на это внимание. Здесь, возможно, также самые разные настройки. Это, опять же, не совсем тема нашего сегодняшнего видео. Давайте возьмем ту же самую обычную кнопочку, но уже из нашего приложения, и попробуем создать для нее историю. Я скажу button.stories.jsx. Что нам нужно для создания истории? Ну, логично, нам нужна наша кнопка оригинальная, с которой мы работаем. Давайте вспомним, как она здесь импортирована, точнее экспортирована обычным именованным образом. Соответственно, button. From button. Далее нам нужно две вещи. Во-первых, нам нужно сделать некий экспорт-дефолт. И это определенные настройки. Здесь можно много вещей описать, но в базовом варианте нам нужно задать здесь title, то бишь, некое название. То, как это будет отображаться в меню самого сторибука. Опять же, если мы взглянем на то, на чем мы только что смотрели, это вот эта надпись. Она может быть сложно-составной, если вдруг нам нужно разделить все под категорией, ну, допустим, как здесь. Вот они, папочки под категорией. Чтобы создать папочку, мы можем, допустим, сказать здесь UI слэш. И у нас будет UI button, UI checkbox и так далее. UI это будет папка, а это ее под компонент. Это если нам требуется, так тоже можно сделать. Вторая базовая вещь, которую нам здесь обязательно нужно написать, это компонент. И указать наш компонент, который мы экспортировали, чтобы они однозначно связывались. Вторая вещь, это нам саму историю нужно экспортировать. Она уже обычным именованным образом экспортируется. Здесь возможны разные сценарии, но давайте посмотрим базовый пример. Зову ее default и скажу, что это будет просто моя кнопка. Моя кнопка таким-либо образом настроена. Наверное, ей нужен будет какой-нибудь еще текст. Я скажу здесь что-нибудь вроде click me. И что она у меня там принимает? Она принимает unclick, вариант size type children. Да, ничего не будем делать. Оставим вариант по умолчанию и запустим Storybook. Напомню, что все начальные примеры удалены. Мы должны увидеть нашу кнопочку в интерфейсе Storybook. Кнопочку из проекта Короткие ссылки. Недавно на канале этот проект был рассмотрен. Если интересно, можно к нему обратиться. И я не вижу свою кнопочку. Чтобы понять, что происходит, мы пойдем в инструмент разработчика, найдем нашу кнопку. Она отображается. Но у нее есть свои особенности с точки зрения стилизации. У нее есть белый цвет букв, поэтому мы не видим сами буквы. А веграунд здесь непонятно какой. Здесь используется CSS переменная, о которых, опять же, ничего Storybook не знает. Поэтому, чтобы все было корректно, мне нужно подключить сюда стили. Это могут быть какие угодно стили. В моем случае я просто использую глобальные стили, потому что в глобальных стилях у меня указаны цвета. Вот наша кнопочка появилась. У нас теперь понятно, что такое CSS переменные. Они теперь уже отображаются здесь конкретными цветами. Если нам нужно воспроизвести в нашем приложении какое-либо окружение, мы должны это сделать. Это касается и всякого рода редакций, и прочих историй. Все, что нам нужно воспроизвести, мы в истории можем воспроизвести и воспроизводим. Но, чтобы наша история была более гибкой, нам нужно научиться ее настраивать. Здесь есть подход, который диктует нам официальная документация, и мы попробуем его придерживаться. Она нам рекомендуется давать некий компонент, который будет являться шаблоном. Этот шаблон обычно принимает аргументы и возвращает наш компонент. И в этот компонент, как правило, спройдется все те аргументы, которые ему были переданы. А уже конкретная история создается несколько иначе. Ей, этой истории, создается ссылка на наш шаблон и используется привязка пустого объекта. Вот так вот странно это выглядит. После чего мы обращаемся к нашему кастомному компоненту и настраиваем его аргументы. Вот эти самые аргументы, которые мы хотим сделать какими-то уникальными. Здесь мы уже пишем все, что нам нужно. Мы можем здесь задать children, например, чтобы был наш текст. Press me в этот раз мы напишем. Мы можем задать здесь, допустим, вариант и сказать, что это у нас будет primary. Ну и что-нибудь еще. Любые пропсы, которые нам доступны. Теперь это выглядит по-другому. У нас здесь был warning, и теперь этот warning исчез. И нам доступны редактирования. И мы можем менять здесь текст. Допустим, добавляем здесь любое количество символов, и мы видим их на нашей кнопке. Вариант мы, допустим, здесь теперь можем написать secondary. Сохранять нам, конечно, не надо, но вероятность secondary у меня нету. Здесь уже я как разработчик должен знать свою кухню. Я иду и смотрю, ага, варианты, 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 иду в своей стиле. И смотрю, что вариант, у меня здесь есть вот такой вот square. По-моему, еще там был вариант link. Соответственно, я могу сказать square. И у меня немножко изменились края, и я могу сказать вариант link. И кнопка меняется. Опять же, это я сейчас пишу руками. Руками неудобно. Здесь хочется отдать определенную гибкость для дальнейшего использования. Кроме того, непонятно, что такое size, и что такое type. Стоит вопрос, как все это настроить. Возможно, разные сценарии, но давайте по порядку. Как правило, у нас компонент будет содержать разное количество историй. То есть, есть какой-то вариант по умолчанию. И, допустим, я хочу создать еще один вариант. Назвать его большая кнопка large. И сказать, что это будет у нас тот же самый template. Точка bind. Тот же самый пустой объект. И дальше этот large я захочу настроить. Скажу large.arc равно. Но и скопируем тех же самых children. И я скажу, что теперь у меня будет size large. У меня добавляется вторая история в контексте моей кнопки. И переключаясь между историями, я вижу разные варианты. Здесь, наверное, мы вариант сотрем. Разные варианты. Большая кнопка и обычная кнопка. Теоретически могла бы быть еще маленькая и так далее. Таких вариантов может быть сколько угодно. Чтобы здесь это выглядело попорядочнее, что ли, один из возможных вариантов мы должны настроить вот этот вот объект. Наш изначальный. И здесь есть свойство. Называется оно archetypes. Мы можем здесь описать любые аргументы, которые могут быть приняты. В самих компонентах мы привыкли называть их пропсами. В контексте storybook они здесь называются аргументами. Ну и допустим, я знаю, что у меня есть проб, который я назвал вариант. И я хочу его описать. Я хочу его настроить. И здесь я говорю, что у меня это обычная строка. Я хочу описать ему, что вообще-то такое. У меня есть description. И должен написать, да, что допустим, это у меня вариант внешнего вида. И даже уже такой вот подход в документации даст мне вполне конкретный текст. То есть мы заполняем там какое-то вроде бы описание, но оно все сюда приходит. Правда, пока что не полностью так, как хотелось бы. Идем дальше. Я могу задать дефолтное значение. Сказать default value. У меня будет primary. Что самое веселое, я могу сказать, что оно будет по-разному выглядеть. У нас есть такое замечательное свойство. Называется оно control. Здесь могут быть самые разные штуки. В моем варианте я скажу type radio. Мы видели, что есть возможность выбора из списка. Мне больше нравится радио. Большие варианты контроля можно поискать в официальной документации. И я говорю, что вот у меня доступные опции ограничиваются конкретными значениями. Что у меня есть primary. У меня есть square. И у меня есть некий link. Я их сохраняю. И теперь, с точки зрения пользователя, я могу просто переключать нажатие мышки. И у меня внешний вид благополучно меняется. Я вижу разные варианты. Все то же самое я могу сделать для любого другого свойства, которое у меня есть. Ну, давайте я для скорости скопирую, что вот у меня есть size также. Для сайта я точно так же говорю, что вот у меня некое описание. Есть дефолтное значение. Вот какие-то опции. И то же самое контроль radio. У меня есть атрибут type по умолчанию button. Но он мог бы быть каким-то другим. Я говорю, что может быть button, может быть submit. Опять же, это у меня определенного рода документация. Ну и children. Я говорю, что это string. Могу пометить его лейблом, чтобы он не назывался для конечного пользователя children. То есть переименовать его для внешнего вида. Ну и какое-то дефолтное значение тоже могу ему задать. Здесь у меня он будет называться лейблом. Я смогу его благополучно менять и видеть, как все это дело выглядит у пользователя, у конкретного. Опять же, документация. Но с точки зрения документации, здесь вроде бы тоже выглядит красиво, но вот здесь что-то выглядит явно не так. Речь идет про типы. Мы можем использовать TypeScript. И здесь будут наши типы из наших типов из TypeScript. Либо мы можем использовать PropTypes специальный, который идет вместе с Create React App. В данном случае он помогает нам определить все то, чего здесь сейчас не хватает. Как это сделать? Идем в наш компонент Button. Сам по себе именно Button. И импортируем сюда некие PropTypes. Prom PropTypes. У меня еще нет на канале видео об этой теме. Если вдруг информации, которая будет в этом видео, недостаточно, вы пишите, можно подумать на тему отдельного видео про PropTypes. Но обычно это делается следующим образом. После самого компонента я говорю, что я хочу описать свойства моих PropTypes. И задаю определенного рода объект. И здесь, конечно же, надо поставить равенство. Я перебираю по сети PropTypes, которые у меня есть. По сути, вот они у меня здесь описаны. И говорю, что это такое. Ну, допустим, у меня есть вариант. И я должен сказать, что это такое. У меня импортирован специальный объект PropTypes. И здесь я к нему обращаюсь и говорю, что это, допустим, строка. То же самое я говорю про Type. То же самое я говорю про Size. А вот про Children мне нужно сказать нечто другое. У меня это PropTypes. Node. Это определенные ноды. И на Unclick я говорю, что это PropTypes. Функция. Функция здесь почему-то скручена до 4 букв. Fun. И теперь уже в моем Storybookе вместо Unknown'ов должны быть другие значения. И он берет мой String. String, String, Fun. Здесь уже более конкретика. Я действительно теперь знаю, что это строка. Но, опять же, это не оптимальный вариант. Потому что, ну окей, строка строкой. Но я хочу, чтобы Size, Type и прочие какие-то штуки принимали конкретные значения, а не всегда строка. И здесь я могу сказать, окей, пускай будет OneOf. И в массиве перечислить, а какие же значения я могу здесь использовать. И здесь я перечисляю Primary, Square и Link. То же самое с двумя другими полями. Опять же, для скорости я просто их скопирую. OneOf, Button, Submit, Medium, Large. И теперь в моем проекте, опять же, надо его обновить, я вижу доступные мне варианты. Я могу их и выбирать, но и сразу здесь вижу. Здесь у меня мог быть выпадающий список. Вернемся сюда. Здесь у нас ничего не поменялось. Но давайте попробуем взять и удалить в сторике все то, что мы здесь описали. Вообще все, весь Archetypes. Ну, это пока что просто мы закомментируем. Вернемся назад, обновимся. И увидим, что просто самого факта, что мы добавили PropTypes, уже оказалось достаточно, чтобы у нас здесь была возможность все это дело менять и ковырять. Кстати, экшены, вот они тоже работают. На OnClick у меня происходят события. Это возможно благодаря вот этому превью, вот этой вот настройки. Здесь On, это OnClick тоже работает. Любое On событие, любой экшен мы бы здесь увидели, что да, он случился и даже какую-то информацию о нем смогли бы почитать, по узнавать. Но, такой подход листил у нас части документации. Да, у нас нету как минимум description. В нашем примере мы можем вернуть все как было, либо упростить до того, что мы просто добавляем в Archetypes здесь description, убирая все остальное. Ну, либо меняя control с радио на что-то другое. Ну и давайте создадим еще несколько историй. В данном варианте мы, главное, должны не забывать экспортировать определенные константы. Мы можем называть их как угодно. И описываем базовые сценарии поведения нашего компонента. Семьплейт. Этих сценариев может быть любое количество. Что-то мы предполагаем сделать сразу. Чтобы пользователь мог выбрать остальное, даем ему на возможность накликать. Пускай экспериментирует с нашей кнопочкой. Пускай, допустим, попробует ее сломать. Если вдруг ему удастся ее сломать, значит, что мы должны будем что-то в своем проекте переделать. Just link. И здесь мы хотели сказать, что это у нас будет вариант ссылка link. И все то же самое. Только у нас будет вариант теперь square. Естественно, вариант square. Just square. Добавление каждой истории экспортированной. У нас добавляют историю вот сюда. Причем в документацию тоже. В документации мы можем посмотреть, как она выглядит. Правда, почему-то оно здесь получилось некорректно. Ссылка почему-то взяла наш square. Здесь линки сломались. Да, копипаст он иногда портит жизнь. Это правда. Вот. Теперь линка больше похожа на ссылку. Кстати, если мы здесь что-то навыбирали, ссылка выглядит уже не так, как изначально была настройка. Здесь есть кнопочка, которая сбрасывает на настройку самой истории. В частности, и для этого нужны разные истории, чтобы была возможность быстренько все сравнить, поэкспериментировать, сбросить на начальное состояние и между ними выбирать. Это только один компонент, но для любого компонента в своем приложении, где я сочетаю нужным, я могу создавать эти истории и с ними работать. Опять же, это могут быть просто UI элементы, это могут быть какие-то блоки, сборные элементы, разные их состояния, разные их количества на странице и так далее. Примерами можно ознакомиться, посмотреть, как это выглядит на разных готовых storybook, которых, опять же, в интернете существует великое множество. Но начинать надо с простого, в принципе, всякого рода кнопочки, инпутики и прочие элементы, которые есть у вас в проекте. Можно начать с них, получить первый опыт работы со storybook, а дальше уже идти на усложнение. Есть возможность, как я уже говорил, подключить сюда и редакс. Опять же, примеры есть в официальной документации, вот в базовом туториале, такие примеры, насколько я помню, здесь тоже были, но это не всегда требуется. Даже в тех примерах, которые нам здесь предлагаются, в большинстве случаев мы ничего такого сложного не найдем. Это простые элементы. Но что именно будет в нашем storybook, будет зависеть, конечно же, от того проекта, над которым мы работаем, и уже от проекта мы будем отталкиваться и дизайн нашего storybook делать. Когда мы захотим его опубликовать, для этого есть отдельная команда, в packageson она у нас уже заведена. Опять же, можем переименовать при необходимости. Мы получим готовую папку с проектом, которую можно просто выгрузить куда-либо и дать публичный доступ. На этом на сегодня все. Надеюсь, видео было полезным. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий. До встречи в следующих видео. И всем пока!